Всем привет! Кто-то из вас, я имя сейчас не могу вспомнить, рассказывал мне в комментариях, конечно же, о лимонаде, который делают из красного базилика. Эта тема известная, и, например, у моей подруги Гайне Бриева есть чай, который содержит сушеный красный базилик, или фиолетовый его еще называют, а еще его называют Риган, Райхан, Райхон, Риган. В общем, по-разному. Одним словом, вот этот вот прекрасный куст фиолетового цвета и должен послужить основой для нашего компота. Если я сказал лимонада, нет, компота. У меня вскипела вода в кастрюле, ровно 2 литра. Давайте будем опираться на цифру в 2 литра. Сюда я добавляю сахар. Сахар тростниковый. Раз, два, пять столовых ложек. Смотрите, это на мой вкус. В горячей воде сахар быстро растворяется, поэтому, помешав несколько раз, уже можно сразу же, можно сразу же попробовать. Неплохо, но мало. Я добавляю по своему вкусу, поэтому, вот как вы любите компот, я даже не знаю. Напишите, сколько там должно быть сахара, как вы считаете, должен быть ли он сладкий, или наоборот, он должен быть с низким содержанием сахара, для того, чтобы раскрывались и ощущались ароматы всех ингредиентов, которые мы туда добавляем. Две ложечки я добавил, еще одну 8. Все, 8 ложек, больше точно я не буду добавлять. Быстро нагревается, как ложка. В общем, пока я мешаю, пока разглагольствую, вода остывает. Нам она не нужна 100 градусов, нам она нужна градусов 80. Вот такой засушенный лимон. Вернее, наверное, мне кажется, что это примерно где-то одна треть лимона у меня осталась. Тут валялось, валялось. Я чай пью периодически, видите, она все равно подсыхает. Обрезана. Вот такие кусочки. Вы знаете, можно чуть-чуть поджать сок. Можно не отжимать. Если вы хотите всего лишь аромат лимона, то, конечно, просто-напросто сделайте вот такие кусочки. И бросайте сюда. Так, хороший пошел уже аромат. Вы знаете, в ресторанах, вот, если вы, например, не знали, к чему бы это чешется нос, не знаю. В ресторанах делают так. Вот эти все обрезки от яблок, лимонов, апельсинов, то, что не идет к вам в блюдо, да? Вы же видите, что все красиво нарезано, лежит, и никаких огрызков у вас там нет. Все эти огрызки складываются в боксик, и потом, потом на персонал варится компот. Представляете, какой вкусный компот из всевозможной обрези фруктов. Апельсины, киви, яблоки, лимоны, мандарины, ай-вах-вах, ананасы, чего там только нету. Даже манго бывает. Все туда, все в компот. Великолепно получается. Так, теперь базилик. Я не буду его рвать для того, чтобы можно было просто взять его оттуда потом и вытащить. Главное, помойте перед тем, как будете засовывать его в компот. Просто ветки, смотрите, какой он красивый. И сразу же отдает аромат, сразу же отдает аромат. И, конечно же, про вес вы спрашиваете. Вот на 2 литра вес базилика был 30 граммов. А мяты 20. Она должна всего лишь поддержать базилик, а не забить его. Поэтому великолепный аромат базилика я сдабриваю, дополняю ароматом мяты. Это получается божественно. И несмотря на то, что в начале мята, когда попадает в кипяток, начинает отдавать эфирные масла, но уже через 20-30 секунд чувствуется, как мята вступает в реакцию с ароматом лимона. Красного базилика. И больше сюда добавлять ничего не нужно. Ничего не нужно добавлять. Нужно лишь ждать постоять. Вот этой кастрюльке со всеми ингредиентами примерно минут 15, для того, чтобы она больше остыла. И за это время в воду уйдут в сироп, уйдут все ароматы, объединятся, поженятся. Я вкушаю ароматы, это просто божественно. Через 15 минут буду разливать в стакан. Знаете, что я сделал? Когда он немного настоялся, я его попробовал и решил, что мне мало базилика. И добавил туда еще 20 граммов. Итого, у меня получилось 20 граммов мяты, 50 граммов красного базилика, 8 ложек темного сахара и треть засушенного, тут валявшегося где-то лимона. Что у нас получилось? Смотрите, как базилик подкрашивает. Правда, очень забавно. Ну, аромат такой вообще стоит прекрасный. Компот получился прекрасным, великолепным, вкусным, очень такой, с легкой кислиночкой и очень интересный аромат базилика. То есть, он узнается, но он не такой пряный, как в блюдах. Не знаю, почему так произошло. Поэтому, вы можете его использовать как в холодном, так и в горячем виде. А можете еще подольше настоять, еще больше базилика добавить. Для того, чтобы он был более концентрированный. Но, главное, не переборщите. И все, загазировали его через, как я вот рассказывал вам в ролике про газировку. И можно использовать как газ воду его. Тоже, как газировка, будет супер вкусно. Друзья, экспериментируйте, пробуйте, следите за моими рецептами. Ловите идеи. Я их раздаю вам вот так вот, бесплатно. И хочу сказать вам приятного аппетита. Хорошо получилось.